25 лет назад, 21 сентября 1993 года, президент Ельцин издал указ номер 1400. В этом указе он напрямую установил президентское правление в стране. Что еще сделал? А еще выбросил, отодвинул, убрал, как угодно можно сказать, законно избранные представительные органы власти в стране. Имеется в виду Верховный Совет. Что было после этих событий? Ну, вы все, наверное, знаете. После этих событий расстреляли законно избранный парламент страны из танков. Это было чудовищное преступление и чудовищное время. По действующей Конституции тогда, 121 статье, Ельцин не имел права, у президента не было таких полномочий разгонять парламент и устанавливать президентское правление. Но он это сделал. С танка, через оружие, через разгон парламента с помощью оружия он это сделал. Это не конституционный был шаг и он аукается нам до сих пор. Сегодня наша Конституция, вот она, кстати, у меня, это настольная книга каждого депутата, я так считаю, должна быть. Наша Конституция сегодня закрепляет, во-первых, тот самый указ 1400, а именно президентское, по сути дела, правление в стране. И сегодня, к сожалению, полномочий у нашего президента гораздо, может быть, даже и больше, чем снилось какому-нибудь монарху, причем в период абсолютизма. Это неправильно, и поэтому выстраивается вот такая вертикаль власти, она недееспособна и неэффективна. Значит, граждане, чтобы решить свои проблемы, ну, например, ремонт кровли, они обращаются напрямую к президенту. Это вообще недопустимо, если не сказать смешно, но, к сожалению, в нашей стране выстроена именно такая структура власти. Конституция Российской Федерации сегодняшняя, она закрепляет права нашего народа. А давайте посмотрим прямо по статьям. Статья вторая. Это права и свободы, высшая ценность в нашем государстве. Однако мы сегодня видим наяву, что эта высшая ценность для нашего руководства с нашей страной не является действительно высшей ценностью, потому что права и свободы нарушаются практически на каждом шагу. Я имею в виду те законы, которые сегодня принимает российский парламент. Давайте посмотрим статью 55-ю. Не должно быть законов в нашей стране изданы, которые бы умаляли существующее положение вещей для нашего населения. Они не должны быть хуже и делать хуже положение нашего народа. Давайте посмотрим. Пенсионная реформа. И именно по этому факту мы подали, наша фракция, вместе с фракцией Справедливой России и ЛДПР, подали в Конституционный суд обращение, чтобы посмотреть на законность все-таки решения этого правительства. Не говоря уже о тех свободах и правах, как право на образование, доступное образование, право на здравоохранение. Вот можно перечислять в Конституции много правильных, красивых слов, но, к сожалению, наша Конституция становится декларацией. Почему? А как вы думаете, разве мог взрасти на вот там пепелище расстрелянного законного парламента в стране, вот парламент дееспособный и эффективный? Я считаю, что нет. К сожалению, сегодня роль нашего парламента не заведена исключительно до, ну, ничего не значащего, почти ничего не значащего государственного органа. Это чисто декларативный орган, это чисто косметический орган, который сегодня именно вот те законы, которые власть навязывает нашему народу, он должен проводить в жизни. Поэтому все удары, все шишки, как говорится, падают на голову парламента, потому что парламент просто-напросто поддерживает те инициативы, которые выдвигаются правительством. У меня время закончилось? Выдвигается правительством. Поэтому я считаю, что вот такой парламент, какой он сегодня есть, во-первых, очень мало полномочий у нашего парламента, эти полномочия нужно расширять. Во-вторых, сегодня этот парламент не устраивает большинство граждан. Вы понимаете, что слово депутат сегодня наряду с ругательным, и это слово сегодня раздражает буквально каждого гражданина нашей страны. Такого быть не должно. Да, нам говорят, что растет сейчас авторитет парламента, что сегодня мы стараемся каким-то образом повлиять на действующую ситуацию. Однако при этой конституции, при вот этой установке, которая на сегодняшний день имеет место быть, это сделать невозможно. Что за установка? А сегодня почему-то исполнительные органы власти находятся у руля государства. Не законодательные, не депутаты, которые представляют интересы народа, а именно исполнительные органы власти. Почему произошел такой перекос? Я думаю, что истоки эти или корни надо искать вот в этом документе. Конституции Российской Федерации. Поэтому, безусловно, сегодня Конституция требует пересмотра. Этот пересмотр должен быть в сторону увеличения полномочий парламента и именно для народа. То есть народ, записанный в Конституции, это носитель власти в Российской Федерации. Так вот, нам надо сделать так, чтобы был народ настоящим носителем власти в нашей стране. Сегодня будет рассмотрено несколько спорных законопроектов. Первый из них президентский во втором чтении, который практически в данном случае освобождает от уголовной ответственности тех представителей, скажем так, или тех нарушителей, которые возместили свой вред. Ряд статей Уголовного кодекса предлагается в настоящее время декриминализировать и фактически освободить от уголовной ответственности тех лиц, которые по составам, связанным с коррупционными в том числе преступлениями, могут избежать этой самой ответственности. Мы голосовали против первого чтения, ко второму чтению мы подготовили соответствующие поправки и сегодня они будут рассмотрены. Надеемся, что тем лицам, которые сегодня сознательно, умышленно нарушают закон, тем лицам, которые сегодня откровенно воруют, там есть составы преступления, как, например, мошенничество 159 статья, часть 7, которые в действующей редакции предполагают заключение до 10 лет, а в той редакции, которая внесена президентом, предполагается, что они смогут откупиться, что называется, то есть возместить ущерб и полностью избежать уголовной ответственности. Так вот, мы считаем, что это неправильный подход. В любом случае, речь идет не об обязательных, скажем так, отсидках, не обязательных пребывания в местах лишения свободы, но о том, что уголовное преследование хотя бы в виде штрафа должно остаться за такими лицами, мы на этом настаиваем в обязательном порядке. В противном случае весь профилактический смысл Уголовного кодекса пропадает. Второй законопроект, который сегодня будет рассмотрен, это законопроект о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение. Напомню, что огромное количество жалоб сегодня поступает, в том числе в Государственную Думу, когда, не спрашивая граждан, не спрашивая собственников, переводят помещение жилых в нежилые, открывают на первых этажах, как правило, многоквартирных домов разного рода веселительные заведения, кафе, питейные заведения, что, естественно, вызывает недовольство граждан. Так вот, сегодня будет рассмотрен законопроект, и фракция КПРФО поддержит, который все-таки вводит дополнительные меры контроля со стороны жителей. В частности, необходимо будет получить согласие большего числа собственников, проживающих в этом доме, и второе, что самое важное, необходимо будет получить согласие всех собственников, которые имеют смежные границы или смежные стены с тем помещением, которое планируется перевести из жилого в нежилое. На наш взгляд, это будет достаточно хорошим основанием для того, чтобы не допустить в самых неблагоприятных случаях перевод жилого помещения в нежилое, несмотря на мнение собственников. Кроме того, сегодня будет рассмотрен еще один спорный законопроект, это попытка регулирования деятельности легкового такси. Мы знаем, что этот сектор экономики на сегодня во многом находится в тени, однако те методы, которые сегодня предлагаются в виде прямого жесткого государственного регулирования, в виде вторжения в эту деятельность, приведут однозначно к повышению цен на перевозки легковым такси, с одной стороны, с другой стороны, переведет к разгулу коррупции, потому что там фактически вводятся механизмы контроля как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны органов власти субъектов Российской Федерации. И, естественно, это не столько позволит сделать эту систему прозрачной и контролируемой со стороны государства, сколько вводит дополнительные коррупционные механизмы, которые, безусловно, осложнят деятельность этому роду бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, повысят, значительно повысит стоимость перевозки легковым такси. Мы настаиваем на том, чтобы это регулирование было более мягким, возможно, в том варианте, который правительство предложило в части регулирования доходов самозанятых граждан. Это будет более оптимальным, более мягким и, скажем так, менее заметным для граждан с точки зрения их кошельков и их расходов решением этой проблемы.